Привет, привет, убеленные аудио сединами друзья! Сегодня предлагаю вашему вниманию сравнение ставшей популярной модели Edifier MR5 с разработанной и запатентованной мной в 2009 году колонкой под названием Lunge. В те далекие годы все было по-другому. Деревья были большие, мама молодая, техника была совершенно другом уровне, в частности вся электронная часть, вся начинка была выполнена на аналоге, столь желанном сегодня, по которым тоскуют не успевшие преобразоваться умы многих аудиолюбителей. На самом деле цифра ничем не хуже в исполнении таких примитивных устройств как домашние колонки и эта ностальгия конечно отомрется временем, но тогда было так. Все было на транзисторах, немного на микросхемах построено, блок питания был выполнен на тороидальном трансформаторе, вот вы его видите. Та колонка была оригинальна, чем и собственно причиной патента послужило, что она базировалась на формуле 2.2, то есть 2.0 вы знаете это стереопара, 2.1 это трифоник с сабвуфером, здесь же две колонки, каждая из которых включает сабвуфер и двухполосную стереосистему, то есть два саба, две колонки, то есть три полосы, три полноценных полосы, но только раздел сделан настолько низко, что оформление bandpass, которое я здесь применил, позволило быть примененным, скажем так. В частности оно совершенно не цепляло голосовой диапазон, что было узнаваемым даже в звучании. Мы их тогда немножко производили, немножко даже продавали любителям, потом Edifier выпустил, я предложил это Edifier, они выпустили опытную партию, даже не партию, а несколько образцов, прислали их в частности нам на просмотры, но тогда грянул экономический кризис, все было не вовремя, не ко времени, а вот сейчас оно ко времени, вот они выпустили вот эту вот модель MR5. Собственно, почему я так долго рассказывал про это, потому что суть та же, то есть сабвуфер не цепляет голосовой диапазон и почти широкополосным динамиком передается голос и акустические инструменты с подпоркой снизу сабом, который здесь есть, сейчас вам покажу, как тут это показать, секунду, вот так, наверное, сабом подпорка снизу и пищалочка сверху тоже добавляет весьма необходимый контент. Я в своем ланже сделал ленточный твиттер Fountech, кстати, именно по моей просьбе тогда Max, владелец Fountech, выпустил эту модель CD10, она так называлась, то есть я просил меньше и дешевле, мне нужен был раздел повыше, там далеко за 3 кГц, и небольшая мощность, и цена, потому что планировалось это все использовать в бюджетных, ну, сравнительно бюджетных колонках. Итак, ленточный твиттер закрывал вопрос, тему вообще сверху, как бы крыл без вопросов, безусловно. Сабвуфером выступил динамик от модели Edifier R303, и никакой другой, даже близко не подходил под эту роль. Это 4-дюймовый динамик, 133 мм диаметром, да, вот в бандпассе 4-го порядка он у меня работал, вот он стоит здесь, смотреть не на что. Но я его сравнивал со многими другими, вот именно его набор свойств и параметров, которыми он обладал, позволял получить такой густой классный бас. Там же речь шла, знаете о чем, в этой модели оставила задачу хорошо озвучить бочку и бас-гитару, нижний регистр, не щипковый регистр, а самый нижний, ударный. И от этой модели даже получалось получить удар в грудь, в принципе, в небольшом диапазоне, скажем, музыки, то есть, которая совпадала по спектру с ударным регистром этого ланжа. В этой модели все сделано иначе, Edifier сделали, конечно, правильное, то есть, они сделали эту колонку правильной, если я свою называл неправильной колонкой, потому что у нее был гипертрофированный бас, она была нелинейная в низкочастотном диапазоне, там чуть ли не на 20 дБ, да, давайте я вам покажу, собственно говоря. Вот, это АЧХ сабвуферного звена моего ланжа, и вся АЧХ его представляла собой вот такой вот гротеск, так сказать. Не, ну это 5 дБ тут деление, то есть, я могу сделать, чтобы оно было красивее, допустим, не знаю, нужно ли это вот так вот оно будет совсем хорошо смотреться. И АЧХ уходило в 40 кГц туда, благодаря ленточному твиттеру, и здесь был вот такой вот горб. Ну, это я еще умеренно поставил, то есть, с регулятором оно могло доходить до 20 дБ, как я уже сказал. Ну, такой вот горб. В то время, как у EDIFIRE этого всего нету, этого извращения, у него чистая совершенно... У него чистая совершенно АЧХ, полочка, я в этом сам убедился, и они заявляют, нет оснований им не доверять. Все это они разрабатывали на современной базе, со сканером ближнего поля Клиппеля, и они не могли ошибиться. И если в моей модели сшивки полос были сделаны, ну, грубо говоря, на удачу, хотя я потратил много на это времени, сводил тогда, ну, все это были аналоговые способы, то есть, поменял фильтр, а фильтр был на входе устройства, то есть, там на транзисторах даже были фильтры, там пока что-то перепаял, включил, измерил, перепаял, включил, измерил, посчитал, перепаял, включил, измерил, то здесь это все, конечно, сперва симулировалось, потом макетировалось, потом моделировалось, и получалась, ну, в общем-то, идеальная штука. Это касается и динамиков преобразователей, и электронной части, в которой вообще проблем нет, там процессор DSP стоит, в то время, как тогда, когда я это делал, DSP были, по крайней мере, недоступны. То есть, они были на горизонте, но на бюджетную колонку они не тянули. Таким образом, в чем преимущество этой МР-5 перед моим концептом, который я, который полюбился бы софилом, надо сказать, потому что это, ну, ударная штука дома такая, которая, в общем, имитирует большую сцену дома у себя, понимаете, делая ее, впрочем, неправильной, поэтому она, как бы, не может быть тиражирована, в этом нет смысла. Здесь линейная АЧХ в очень широком диапазоне частоты, они заявляют до 40 кГц. Я не знаю, как, но вот больше 20, это точно, то есть, даже я своими утлыми средствами здесь измерял, это соответствует. Но у них плоский низ. А у вас же низ не плоский. И вот интрига сегодняшнего сравнения, собственно говоря, это сравнить ощущение отзвучания той и этой модели. Сравнивать вы будете на своих колонках. Если они вдруг не тянут низкочастотный диапазон, или линейно-среднечастотного диапазона, или по высоким частотам, предлагаемого к сравнению звука, то, понятно, вы получите превратное представление. Поэтому я бы рекомендовал в наушниках все-таки это послушать. К тому же, это все будет происходить на старом наборе треков, который выполнен на базе бесплатной библиотеки YouTube. Не очень высокого качества, но я же не призываю вас плясать под эту музыку, или наслаждаться ею. Я такую тоже не слушаю. Это нужно только для того, чтобы прикидочно... Это же не хлопать в ладоши. Я могу, в принципе, оценить звучание колонки хлопками в ладоши. Ну, вот здесь вот поставил какую-то музыку. Мой именно набор треков, который использую для тестирования всех моделей, с той целью, чтобы потом сравнить это с чем-то еще. Да. И пишите, что вы, как вам это все покажется. Затем прощаюсь. Хорошего прослушивания. Ау, фидерзейн. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok